Привет, друзья! С вами Макс. И сегодня мы будем изучать русский язык. А что еще мы можем делать? И одновременно гулять по спальным районам южного города Новороссийска. Вот мы спустились вниз, спустились с верхних этажей этого дома. Это дом, где я живу. Мы спустились с верхнего этажа. Можно подняться на верхние этажи с помощью лифта, а можно с помощью лестницы. Но я был на восемнадцатом этаже, и идти на восемнадцатый этаж, конечно, не очень комфортно. Итак, мы оказались на детской площадке. Это первое, что мы видим. Здесь есть небольшое футбольное поле. Здесь дети играют в футбол. Но сейчас день. Дети в школе. Где они должны быть? И поэтому здесь никого нет. Вот так вот выглядит эта площадка. Здесь какие-то разные штуки для занятий, для того, чтобы подтягиваться или просто для того, чтобы лазать. Несколько скамеек, где сидят родители, пока ждут, пока их дети играют. Ну и, конечно, мусорные корзины, которые мы называем просто мусорками. И вот карусель. Можно попробовать здесь покачаться. Вернее, не покачаться, я соврал, а покрутиться. Качаться можно вот на этих качелях. Качаться можно на этих качелях, но это для совсем маленьких детей. Ну что ж, здесь еще есть горка. Вот, это называется горка. Дети очень любят горки. Ну, это такая очень простая детская площадка старого образца. Такой старого стиля. Новые детские площадки выглядят, конечно, по-другому. Но давайте посмотрим, что еще есть здесь. Кроме сильного ветра, в Новороссийске всегда, часто ветрено. Но, тем не менее, сегодня 23 ноября. И температура воздуха где-то плюс 13 градусов. И мы сейчас идем по парковке. Вы видите, парковка прямо здесь, в этом дворе. Здесь огромное количество автомобилей. И здесь трудно поставить свою машину. Вот сейчас есть место, но это ненадолго. Вечером здесь не будет места, чтобы припарковать автомобиль. Я паркую свой автомобиль вот там. Забавно, что здесь есть подземная парковка. Давайте даже туда спустимся. Вернее, предполагалось, что здесь будет подземная парковка. Но по факту ее здесь нет. Я не знаю почему. Видите, все закрыто. Не знаю. У меня есть предположение, что были какие-то ошибки при строительстве или при планировке этого... этой парковки. Мы называем это подземная парковка. Подземная парковка или подземный паркинг. Паркинг, да, мы тоже часто говорим. Парковка, паркинг. Кому как нравится. Обычно все-таки говорят парковка. Здесь автоматические ворота. Автоматические ворота, которые по непонятной мне причине всегда открыты. То есть подразумевается, что это закрытая территория. Видите, везде идет забор. Но эти ворота всегда открыты. И там тоже есть одни ворота. Они тоже всегда открыты. Я не понимаю почему. Это для меня большая загадка. Зачем они нужны, если они постоянно открыты? Они не выполняют свою функцию. Ну, дальше здесь идут мусорные баки. Мусорные баки. Куда люди скидывают отходы. Здесь нет разделения на... разделение отходов. То есть отходы не сортируются. И это меня печалит, что пока еще в Новороссийске все отходы идут в одно место. Во многих других городах России, ну, конечно, в более развитых городах, конечно, уже есть сортировка отходов. И ты можешь отдельно выбрасывать пластик. Например, как это сделано в Московской области. Можете посмотреть вот это видео. Там я гуляю по московскому спальному району. И вы можете посмотреть, чем он отличается. Почти зима. Но посмотрите, как много зеленых растений. зеленых деревьев. Ой, да, и много котов. Кс-кс-кс-кс. Кот, ну иди сюда. Иди сюда, ты какой красавец. Ну иди скорей. Ну иди сюда. Кс-кс-кс-кс-кс. Ну. Кс-кс-кс-кс. Да, мы так зовем котов. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Это звук, на который приходят коты в России. И вон еще одна. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Друзья, у меня нет еды, но я просто готов вас почесать. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ладно, пусть коты занимаются своими делами. Так вот, много очень зеленых деревьев. Это, конечно, безумно радует. Вот посмотрите на дом, и для северного человека сразу в глаза бросается одна вещь, которая на севере, например, в Санкт-Петербурге и даже в Москве отсутствует. О, полицейская машина проехала. Видите, что? Конечно, это кондиционеры. Кондиционеры или сплит-система, или как ее еще называют, не знаю. Ну, в общем, кондиционеры, да. Не знаю, как правильно называется вот эта часть кондиционера, где находится этот вентилятор. Ну, в общем, вот эта внешняя часть, ее сразу видно. Причем на старых домах эти кондиционеры... эта часть, она никак не скрыта. То есть она просто находится на фасаде здания. Или вообще на любой части здания. В новых кварталах, в новых домах уже эти вентиляторы скрывают. Они скрыты. И это, конечно, гораздо красивее. Красивее, да. Я всегда путаю ударение в этом слове. Мне хочется сказать красивее, но правильно говорить красивее. Вот здесь еще один забавный элемент. Это не просто труба. Вот такие желтые трубы это газопровод. Это означает, что этот дом имеет газ. Что здесь есть газ. Да? Вот он. Видите? Можно открутить. Пссс! Ой! Шучу! Вот газ. Да. В нашем доме нет газа, в нашем доме мы используем электричество. Вот еще одна площадка. Видите, снова высокий дом. В целом ничего особенного. Это уже, ну, как будто чуть более современная площадка. Хотя она все равно не такая интересная, как новые площадки. Что меня всегда, не знаю, удивляло... что, смотрите, здесь даже есть мячик. Здесь лежит мяч. Можно поиграть в футбол. Что меня всегда забавляло, скажем так, это что люди всегда делают дырки или дыры в заборах. Потому что, ну, людям неудобно ходить вот так вокруг. Людям хочется ходить вот так напрямую. Ну, это, наверное, хотя даже для детей. Это, наверное, больше для детей. Ну, в общем, люди часто любят делать дырки в заборах, чтобы удобнее было ходить, чтобы сокращать расстояние. Но, видите, с этим пытаются бороться. Здесь вот была дырка, она заделана. Здесь тоже была огромная дыра, она заделана. Но эта дыра не заделана. Окей, пойдемте, пройдем еще дальше. Посмотрим на эти районы. Эти районы... ну, здесь разные дома. Некоторые дома построены, наверное, в 80-е-90-е годы. Типа вот этого дома. Я думаю, что это где-то 90-е годы. Это 90-е годы. А вот дом, который я показывал в начале, это дом уже двухтысячных годов. То есть это дом новее. Ну, он находится вот там, видно его часть. Ну, в общем, то, что было в начале видео. Это все тоже дома где-то 90-х годов постройки. Да, вот здесь находится маленький рыночек. Маленький рыночек. Мы зайдем, посмотрим, что там есть. Какие овощи, какие фрукты. Вот овощи, фрукты. Здравствуйте! Вот, там продавались какие-то овощи и фруктики. Много зелени. В Москве сейчас снег, в Питере сейчас снег, а здесь... здесь почти не бывает снега. В Новороссийске почти не бывает снега. Вот еще одна площадка с какими-то ребятами. Вот давайте посмотрим, что это такое. Это какой-то садик. Я сейчас немножко прокомментирую то, что вы видите. Видите, это такой кусочек земли, где кто-то... очевидно, что у этого места есть, ну, не хозяин, но тот человек, который ухаживает за этим местом. За этим маленьким, ну, скажем, садом. Да, садик. Маленький сад или садик. За этой территорией явно кто-то ухаживает. И скорее всего... как и за этой территорией. Видите? Это не город делает. Это инициатива людей. Простых людей. И скорее всего это делают бабушки. Ну, или какие-то, скажем, пожилые женщины. Как правило, это... Дело в том, что в России у всех, ну, у большого количества людей всегда были дачи. То есть вот эта концепция иметь квартиру и иметь маленький дачный участок с маленьким домиком. Эта идея, она жива до сих пор. Особенно она жива в головах пожилых людей. Да? То есть они... им нужно, чтобы у них был хотя бы маленький, хотя бы вот такой вот кусочек земли. где они могут что-то поделать с землей. То есть пусть даже это будет не какой-то красивый сад. Пусть даже это будет несколько цветочков. И особенно я не люблю вот когда используются покрышки. Мне это не нравится. Но не важно. Важно то, что людям это дает некое ощущение своего куска земли и некоторое ощущение, что ты работаешь на земле. Я напомню, что до революции, до 1917 года в России было более 80 процентов, более 85 процентов крестьянского населения. То есть большинство людей это крестьяне. и даже в советское время все равно огромное количество людей было крестьянами. И потом уже они, эти люди, они не работали на поле, но они все равно имели свои маленькие участки земли. То есть русский человек и земля это традиционно исторически два связанных элемента. поэтому для многих бабушек, и даже не только бабушек, например, для людей как там возраста моей мамы, вот такие люди там скажем 50-60 лет, для многих таких людей очень важно иметь дачу. Или если не дачу, то хотя бы вот такой вот маленький кусочек земли, где они могут что-то делать. Конечно, эта земля никому не принадлежит. Это муниципальная земля, да? Она принадлежит городу, она принадлежит государству. Но люди берут и ухаживают за этими... за этой землей. И кто-то говорит, что... кто-то против этого. Кто-то говорит, что посмотрите, это некрасиво, это неэстетично, кому-то все равно. То есть есть разные мнения на это, но на самом деле я не хочу об этом... я не хочу судить об этом, я лишь объясняю, почему это так. Почему? Вот посмотрите, даже здесь бабушка-женщина работает с листвой. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой котик красивый. Котик в кустах. Так, здесь прохода у нас нет. Ну хорошо, здесь мы не пройдем. Посмотрите, это, по-моему, называется суккуленты. Я не специалист в южных растениях, но, по-моему, это... Ау, черт, побери! Черт! Я укололся, по-моему, у меня даже может быть кровь. Ах, какие подлые растения! Вот так вот нужно опасаться этих южных растений. Здесь очень многие растения имеют шипы, какие-то колючки. вообще опасные растения. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Вот. Так, ну что ж, давайте еще немного пройдемся, посмотрим. Давайте тогда зайдем в район более новый. Это вот все, вот это все, все дома, это все примерно девяностые годы. Не знаю, может быть, конец восьмидесятых, девяностые. Давайте пройдем в следующий район, в следующий микрорайон, где уже находятся дома двухтысячных годов, 2005 год или 2006 год. Вот такие вот дома, вот вы их сейчас видите прямо перед собой. Вот они, вот этот район. Сейчас мы по нему тоже немножко пройдемся, прогуляемся. Здравствуйте! Здравствуйте! А подскажите, а Хамса до какого времени продается еще? Пока будет продаваться. Еще зимой будет продаваться, да она? Ага. Ясно. Спасибо. Спасибо. Итак, это уже спальные районы начала двухтысячных годов. Они уже выглядят чуть-чуть по-другому. Дома уже... если вы заметите, там дома сделаны из плит. Мы называем это панельные дома. Ну, плиты или панели. Здесь уже дома не из панелей, здесь уже дома из бетона. То есть это монолитные дома. Монолитные. Ну, это считается лучше. Это лучше. Но видите, здесь тоже не скрыты вот эти вот части от кондиционеров. домов. И... Ну, и в принципе, территория выглядит похоже, но немножко по-другому. Широкие тротуары и дома выше, конечно же. Дома выше. Здесь где-то, не знаю, наверное, около двадцати этажей. Около двадцати этажей. Тоже много зеленых растений. И тоже, посмотрите, здесь есть маленькие такие палисадники. Да? Можно назвать это палисадник. То есть место, где люди что-то выращивают. Вот, например, почти зима, а здесь вот цветут розы. За это я очень люблю Новороссийск, что ты можешь смотреть на розы зимой. Это, мне кажется, потрясающе. Ну, видите, здесь уже выглядит все чуть-чуть получше. Правда? Вам так не кажется? Мне кажется, что здесь у человека, который ухаживает за этим, у него, возможно, ну, чуть лучше развит эстетический вкус. Ну, может быть. Не знаю. Вообще, мы в России говорим, что о вкусах не спорят. И я считаю, что это очень правильно. О вкусах не спорят. Поэтому я не буду оценивать, я не буду судить. Просто покажу вам вот разные варианты. Кстати, вот там, видите, идет строительство. Строительство, это уже строят новые, современные дома. Но мы туда с вами не пойдем, потому что... потому что нас просто не хватит времени. Я думаю, что если вы напишите мне в комментариях, что хотите посмотреть самые новые дома, самые новые микрорайоны, то мы сходим обязательно и туда. Вот. Опять же, видите, разные растения. А вот там в кустах кошачий домик. Да, такой самодельный кошачий домик. Вот он там находится в кустах. Видно? Я надеюсь, что видно. Да, это домик для кош... для кошек. И вот, посмотрите. Цветы. Цветы. Разные. Я не знаю, как называется большинство этих цветов. Я вообще не разбираюсь в цветах. Вот это вот я знаю можжевельник. Здесь розы. Ну вот. И дальше тоже идут зеленые заросли можжевельника. Ой, очень красиво. Да, вот такие вот каменные джунгли, друзья. Это самые новые районы Новороссийска. Конечно, этот город привлекает многих людей своим климатом, морем. Море здесь очень-очень близко. Да, поэтому, конечно, люди сюда едут, многие с удовольствием. Например, из севера. Давайте зайдем сюда. Люди из севера приезжают сюда, и, конечно, они абсолютно счастливы. Потому что, ну, представляете, когда ты живешь постоянно в холоде, когда постоянно мороз, когда постоянно снег, и ты приезжаешь в город, где зимой цветут розы. И ты такой, вау, я хочу здесь жить. И многие остаются. Поэтому, несмотря на то, что Россия большая страна, несмотря на то, что у нас огромная территория, все равно города растут вверх. Дома растут вверх, и города растут вверх. Потому что, конечно, большинство людей хочет жить вблизи. Вблизи города. То есть, рядом с городом. Поэтому многие спрашивали, почему, Макс, Россия такая большая страна? Зачем строить такие ужасные высокие дома? Я бы тоже хотел, чтобы дома были пониже. Но на данном этапе развития России вот строят именно вот так. То есть, на данном этапе это выглядит так. Что будет через 20 или 30 лет, я не знаю. Может быть, люди захотят по-другому планировать пространство. По-другому планировать дворы. Ну, конечно, не люди решают. Решает рынок. Решает экономика. А экономика... Ой! Привет! Решает экономика и решают, по сути, финансы. Квартиру в таком доме купить дешевле, чем квартиру в низком доме. Это безусловно. Поэтому люди и покупают квартиры такие. Ну и в целом, мне кажется, вот конкретно здесь совсем неплохо, друзья. Совсем неплохо. Если ты будешь жить там, и у тебя окна будут выходить в ту сторону, в ту сторону, то ты будешь видеть море и горы. Это очень красиво. Я, к сожалению, вам не могу показать этого, но просто поверьте мне. Ну и здесь у нас снова очередная детская площадка, где сейчас немного детей, потому что, ну, скажем так, сегодня вообще не очень хорошая погода. Сегодня прохладно и сегодня ветрено. Может быть, поэтому еще детей меньше, чем обычно. Может быть, дети сидят дома. Но вообще сегодня будний день и дети либо в садике, либо в школе. Поэтому никого особо на улице нет. Да, такие районы не могут существовать без парковок, вот таких без большого количества машин. Ну, сложно вообразить себе такие районы. Я не знаю, как решить эту проблему. Должны быть вот такие дома высокие и такая же вниз двадцатиэтажная парковка. Вот, может быть, тогда проблем с парковкой не будет, но это очень-очень дорого строить такие глубокие подземные парковки. Что еще могу вам сказать, друзья? Если что-то вас интересует конкретное, пишите обязательно в комментариях. Я обязательно отвечу вам. Мне кажется, это тоже... ой! Можжевельник, только какой-то интересный вид. Я не видел такого можжевельника с такими маленькими ягодками. Если вас интересуют какие-то конкретные вопросы, то пишите. Вот здесь внизу располагаются коммерческие помещения, то есть разные магазины, парикмахерские, кофейни, мясные лавки, стоматологии и так далее. Вот. И главный плюс новых районов, ну, даже таких относительно новых, что здесь есть все, что тебе нужно. Если ты вегетарианец, ты легко найдешь какой-то магазин, где будут продаваться вегетарианские товары. Если ты любишь йогу, ты найдешь центр йоги. Если ты, не знаю, любишь кофе, то обязательно будет хорошая кофейня. Здесь есть одна хорошая кофейня, куда мы с Юлей всегда ходим пить кофе. То есть, в целом, все, что нужно для жизни, у тебя есть, если ты живешь в таких относительно новых домах. Сами эти дома неплохие по качеству. Я был в нескольких домах, по качеству они неплохие. Ну вот, в общем-то и все. Я думаю, что на этом мы с вами будем прощаться. Я вам покажу вот здесь вдалеке море. Не знаю, видно или нет, но вот там находится море. Десять минут, и ты у моря. В общем, красота. А вот она, фирменная российская маршрутка. Здесь очень много маршруток и любителей поп-музыки. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Все, друзья, до встречи в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok